Снести нельзя оставить. Ледовый городок в парке новой культуры завершает свою работу. Уже 1 февраля специалисты начнут разбирать елку, а пока жители успевают сделать памятные фотографии и скатиться с 50-метровой горки. С праздничного концерта, посвященного закрытию городка, репортаж Юлии Томилиной. На дворе конец января, а в Ледовый городок первоуральцы спешат так же, как и в каникулы. Сказочные скульптуры и яркая иллюминация. Атмосфера сказки притягивает сотни людей. А сегодня здесь еще и Дед Мороз. Мне кажется, для детишек, для Первоуральска это самый яркий, самый праздничный новогодний городок. Елка в этом году просто великолепная. Красивее елки я нигде еще не видел. Ледовый городок в Первоуральске по праву можно назвать одним из лучших в области. Он обошелся в 3,5 миллиона рублей. Лейтмотивом создания ледяных скульптур стала сказка Амадая Гоффмана «Щелкунчик» и «Мышиный король». Кроме того, построили несколько лабиринтов и горок. Самая большая из них длиной 50 метров. Очень красивые постройки все. Елочка очень красивая нынче. Всякими звездочками горит. О том, что городок один из лучших, говорит и количество посетителей. Их в этом году было рекордное число. В новогоднюю ночь сюда пришли 3000 первоуральцев, а в каникулы городок посетило больше 35 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Депутат Владислав Изотов тоже частый гость площадки. Вместе с маленьким сыном здесь он проводил чуть ли не каждые январские выходные. Мы получили в этом году замечательную елку. Она месяц у нас работала, можно сказать, привлекала наших горожан, детишек. Мы с семьями приходили сюда неоднократно, отдыхали. Фотографии на память. Первоуральцы и гости города спешат запечатлеть себя и своих родных на фоне ледяных скульптур. Через два дня от сказочного замка и горок останется одно воспоминание. Впрочем, только хорошее. Сегодняшнее мероприятие у нас заключительное. Наше вот это вот красивое убранство новогоднее будет работать до 31 января. После этого городок закроется? Городок будет демонтирован. Долго пустовать площадке не придется. В середине февраля уже по традиции в парке с размахом отметят широкую масленицу. Юлия Томилина, Александр Захаров. Новости. Первоуральск.